Четвертого нашего выступающего зовут Наталья Археева, мы ее приглашаем на сцену. Наталья считает, что деловой этикет это совокупность нормы общения и поведения, минимальный набор которых должен знать каждый, кто претендует на введение какой-либо деловой деятельности. У нас не всегда получается отказывать людям. Почему так получается и что можно с этим сделать, расскажет Наталья в своей речи, я говорю вам нет. Спасибо большое, Алексей. Добрый вечер, коллеги. Вначале я хочу сказать спасибо большое Лене Суворовой, которая просто с мгновением волшебной палочки вставила меня в сегодняшнюю встречу. Почему? Не повезло, а повезло мне, потому что мне не нужно было подстраивать свой проект. Общая тема подстроилась под мой проект, потому что так или иначе, я в последнее время люблю говорить об этикете, о разных его проявлениях. Сегодня хочу порассуждать на тему отказов, на тему «Как же говорить нет». Отсюда и родился проект «Я говорю вам нет». Когда я придумала это название, я почему-то вспомнила суперзаменитый фильм с Джиномом Кэрри в главной роли «Всегда говорит да». История про парня, которого круто изменилась жизнь, когда он начал положительно отвечать на все просьбы, вопросы, предложения. И казалось бы, вот ключ к успеху, все очень просто, но не в нашем менталитете. Мы, россияне, русские, у нас просто заложено со всеми соглашаться, всем помогать. Нужно это, не нужно, это уже вопрос десятый, но мы очень-очень готовы. И отказывать у нас просто не получается, ну или получается это делать со скриптом. И перед тем, как я начну приводить какие-то доводы, давать какие-то рекомендации, я хочу сразу сказать, что считаю эту тему очень субъективной, очень личной. И все, что я буду говорить, в первую очередь буду относиться сама к себе, рекомендовать сама к себе, а вы, в случае, если хотите, то прислушайтесь и тоже будете следовать моим рекомендациям. Итак, в первой части проекта хочу порассуждать о том, почему же вообще возникает такая проблема, я считаю, что это проблемой. Мы не умеем и не можем, не любим говорить людям «нет», не любим им отказывать. И в основе всего этого, как казалось, лежит просто страх. Мы боимся задеть человека, задеть его чувство, обидеть его, мы боимся нашить врага, а вдруг возникнет какой-то конфликт, или я потеряю какую-то выгоду в будущем, и он мне тоже не поможет, и такое может быть. Или я боюсь, что обо мне подумают не так, ведь я так хочу быть со всеми милой. Все это может быть. И когда мы соглашаемся со всеми просьбами, со всеми задачами, то мы себя, конечно, защищаем, мы себя остерегаем от чувства вины, которое может возникнуть. Следовательно, самый большой вывод из этого можно сделать, что нужно справляться со своими страхами. Дело это очень муторное, долгое. И вот как только я начала борьбу со своими внутренними страхами, я столкнулась с некоторыми препонами, о которых хочу вам также рассказать. Первый препон, сегодня, кстати, уже об этом говорили, это я бы назвала «проблемы воспитанных и добрых людей». Мы вот все, ну, допустим, я считаю себя очень воспитанным, очень добрым человеком, коллегой, очень будем помогать. Но есть ли это устой воспитанности и доброты? Наверное, нет. Мы не перестанем быть добрыми, мы не перестанем быть воспитанными, если кому-то откажем. А на работе это очень часто нужно делать, потому что все литяи и бездельники просто в очередь стоят, чтобы тебе только перепихнуть какую-то свою задачу. Поэтому в бизнесе и в деловых общениях рабочих отказывать – это просто ежедневное обучение, нужное. Во многих крупных компаниях еще на стадии приема на работу человека проводятся психологические тесты на ту тему, как он их может отказать, берешься ему руководить. Поэтому бояться, говорить, нет, в этом плане не нужно, вы воспитанными так и продолжите вставать. Второй момент, он очень непростой. Это вопрос субординации со взрослыми людьми, будь то взрослые по должности, либо взрослые по возрасту. И здесь, конечно, нужно отталкиваться на ваше личное чувство, ощущение этой ситуации конкретной, частной, и отталкиваться на ту культуру, в которой вы работаете. Например, в восточных культурах в принципе не принято кому-то отказывать, кто старше вас. Третий и очень важный момент, это мы очень часто преувеличиваем ту катастрофу, которая может произойти, если вдруг я отхожу. Все, там будет трагедия, все пропало. В этом случае мне лично помогает в последние две недели ставить себя на место человека, который обратился ко мне с просьбой. Вот я встала на него место, думаю, ну вот отказала я сама себе. Что произошло? Да ничего особо не произойдет. Ну отказала, отказала на другого, попросит. То есть, как правило, невелик тот крафт, ситуация, которая может возникнуть, и мы себе часто все это очень надумываем. И четвертый припон, это как раз таки самообман. Мы, конечно, очень милые, добрые в душе, где-то очень глубоко, и хотим казаться таким для всех, особенно на работе. Конфликтовать никто не любит, и конфликтных людей никто не любит. Но годами человек не может быть супермилым, добрым, красивым и так далее. Когда-нибудь личина-то вылезет, и это может гораздо хуже наблюдить вам, поэтому нужно быть честным и правдивым, всегда природственным собой. Итак, перейдем к тактике. Опять же, все, что я буду сейчас говорить, это, конечно, не правда со мной остаться. Главное, это услышать. Первый мой совет в отказе, который самый простой, я считаю, это честно признаться человеку и сказать ему нет, в случае, если вы суперзаняты. Например, у вас самолет, или такси, или дочку надо, или сына забрать из школы. Тут вы, как правило, просто не будете иментовать, скажете человеку нет, откажете. Тут все очень просто. Второй и третий способы, они достаточно мягкие, и связаны они с неким оттягиваемым ситуациям. Например, сказать, что я обязательно сделаю это, парень, ну, часа через три или оттягиваю вообще через две недели. Человек может сам артироваться, и как бы вам, в принципе, не нужно вообще никому отказывать. Затем вы можете взять время на подумать, в каких ситуациях это нужно, наверное, делать. Человек может просто недооценивать сложные задачи, которые я перед вами поставил, либо переоценивать ваши возможности, поэтому берите время на подумать, в каких ситуациях. Также не нужно бояться говорить «нет», в том случае, если вы просто не умеете это делать. Вот я, например, вообще любитель все взять, поизучать, потратить кучу времени, но они почему-то не говорят «нет». Делегируйте это человеку более компетентному, так и принесете больше пользы. Человек обратился к вам только потому, что он хорошо может к вам относиться, и, не знаю, ответить в это делать или нет, поэтому признаваться в том, что вы что-то делать не имеете, нужно и важно. И, резюмируя все, что я сейчас сказала, мне хочется сказать одно, что нужно быть добрым и честным, когда вы отказываете людям, но не нужно этого бояться. И когда вы отказываете, смотрите человеку в глаза, будьте уверены, можно даже немножко улыбаться, крепко уважать в руку мужчине, если вы отказались от какого-то мужчине. А все почему? Потому что результат вашего разговора, именно отказ, могут и не помнить. А вот то, как вы на него посмотрели, или то, как вы этим голосом это сказали, всегда будут помнить. Поэтому я желаю вам не бояться, а говорить «нет». Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ